Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! — Напоминаю нашим телезрителям, по вторникам у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, принимайте участие в нашей дискуссии, присоединяйтесь к разговору или предлагайте свои темы для обсуждения. — Да, задавайте вопросы или, может быть, отвечайте на какие-то вопросы. Расскажите нам, на какие вопросы. Может быть, вы нашли ответы. Вопросы, касающиеся, ну, мы так это официально называем психологией, психотерапией. Ну, то есть чего-то, по большому счету, всего. Мы уже об этом говорили, что если бы у нас не было психики в том виде, в котором есть сознание, да, мы бы, наверное, были совсем какими-то другими существами. То есть этими вопросами все пронизано. От покупки билетов в другой конец страны или куда-то в другие страны, до семейных вопросов, до вопросов к самим себе и так далее. Мы знаем, что вы нам звоните. Я уже об этом говорил в прошлый раз, но после передачи. Я все-таки прошу делать это вовремя. Прерывайте нас, и мы двинемся за вами, за вашими какими-то соображениями, вопросами. — Алексей, сегодня у вас есть какая-то тема для обсуждения, пока мы ждем звонков от наших телезрителей? — У меня есть тема. Я буду, наверное, себя вести как пациенты, которые приходят на прием к психологу-психотерапевту, длительно приходят. Наш прием длится уже почти год, может быть, больше нашей передачи. Выстроить темы в какой-то логической последовательности от а до я или от детей ко взрослым абсолютно не получается. И поэтому у нас хаос и нагромождение. Я уже об этом говорил, еще раз повторюсь, что в какой-то степени внешне выглядящий как хаос и нагромождение вот этот разговор, он так происходит и в кабинете психолога-психотерапевта. В прошлый раз об одном поговорили, в этот раз, кажется, уже совсем о другом. Я вот такую развилку предложу сегодня нашим телезрителям. Две темы. Я уже знаю, по какой я двинусь, но, может быть, нас перенаправят. Что касается дневных остатков. Ну, что значит дневные остатки? Это то, что произошло в течение дня, и человек приносит, ну, например, вечером на консультацию к своему психотерапевту. Ну, какие-то куски дня, которые остались. Вот что было за эту неделю такого, может быть, примечательного чего-то, что осталось в моей памяти? Наверное, две темы. Первая, касающаяся недооформившихся супружеских отношений. Что я имею в виду? Ситуация, когда взрослые люди, мужчина и женщина 35-40, 45-50, 60 лет, бывшие в браке, имеющие взрослых детей, бывшие, значит, разведенные, живущие отдельно, может быть, со взрослыми детьми, может быть, отдельно, нашедшие для себя партнеров, как сейчас принято выражаться, и встречающихся с ними, иногда встречающихся годами, эти люди встречаются, но по каким-то причинам они не живут вместе. То есть не съезжаются, не ведут общее хозяйство какое-то и не оформляют отношения? Речь об этом? Речь об этом. Причем это не к тому, что я вот сейчас говорю, что вот так правильно оформлять отношения, съезжаться и так далее, а вот как-то по-другому неправильно. Я не про это сейчас. Я про то, что люди говорят о своих отношениях и говорят, что вроде бы нам так хорошо, но при этом это букет определенных трудностей и неразрешимых проблем привносит в их жизни. Это скорее похоже, с одной стороны, на удобство, а с другой стороны, на мучение. То есть люди говорят, что они мучаются, они встречаются, расходятся, тоскуют, перезваниваются, ну и так далее. Там целая череда каких-то похожих моментов. Это первая тема. Вторая, о которой я хотел поговорить, может быть, потому что она меня больше как-то задела, это тема подростков наших детей, я имею в виду моих, ваших, может быть, у кого-то, да, людей, которым 40, 45 плюс, ну, наверное, 45 плюс, вот так скажем, 45-46. Наши дети в это время стали студентами первых, вторых, третьих курсов или заканчивают школу, это примерно вот такой возраст, 18-19-20. Ну, и я уже как-то об этом говорил, и в этот раз мы говорили с моим московским коллегой, переписывались, и он сказал, что у него на прием, в терапии несколько таких подростков, которые пришли с почти похожими или стереотипными, ну, скажем так, жалобами или симптомами. Это жалобы на депрессию. Что это значит? Что под этим словом подразумевается? Отсутствие сил, отсутствие желания что-либо делать. А проявляется это таким образом, что они еле-еле ходят в этот свой институт на первый курс или на второй, а может быть, к концу года уже не ходят, потому что масса долгов, и перед родителями возникает вопрос, уходить в академ вместе с ребенком или бросать институт, потому что ребенок говорит, мне неинтересно учиться. Ну, масса вопросов. И это отсутствие интересов, то есть, ладно бы эти дети, ну, условно, сидели дома, играли в компьютерные игры, читали, рисовали или еще что-то делали, они ничего не делают, они лежат, им плохо, они редко выходят на улицу, они почти ни с кем не общаются. В общем, это такое, ну, заточение в определенном смысле. И иногда их состояние сопровождается тем, что сейчас начало называться self-harm, самоповреждение. Ну, раньше это называлось, и до сих пор это называется самоповреждение, но поскольку вместе, я сейчас не буду туда уходить, вместе с какими-то культурными моментами, западными, восточными, которые приходят к нам, да, приходят и вот эти новые названия. То есть, вот это такие самоповреждения, которые подростки себе наносят на разные части тела, на руки, на ноги, на предплечья. Иногда это необязательно видимые зоны и части тела. Иногда потом эти предплечья покрываются татуировками, но именно для того, чтобы скрыть самоповреждение, ну, потому что в этой черной кляксе не сильно видно шрамы, надо приглядываться, да. Тем более, ну, иногда они обыгрываются определенным образом, да, то есть, они вплетаются в рисунок. И вот таких детей, таких ребят приводят на прием родители обеспокоенные, или они сами приходят под давлением родителей. И, в общем, вот это такая затравка для нашего разговора. Ну, пока мы ждем реакции от наших телезрителей, возможно, звонков, может быть, в вашей семье или в вашем окружении есть подобные случаи. Может быть, у нас звонок есть, Алексей. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире? Здравствуйте, алло. Алло. Ну, сейчас пока подождем. Да, давайте подождем. Звонок сорвался. Перезвоните нам, пожалуйста. Мы ждем. Да, мы вас не слышали. Да, вашего звонка и разговора. Да. Пока ждем звонка. В какую сторону мы можем двинуться из этих двух тем? Ну, я сказал, что, по крайней мере, может быть, это мой выбор спровоцирован в том числе разговором с коллегой с московским. Ну, вот я бы поговорил, попробовал вторгнуться в эту тему подростков. Как ни странно, ее можно, конечно, точнее, как ни странно, ее можно рассматривать с клинических позиций, ну, с медицинских, да? Пришел ребенок, условный психиатр или условный медик квалифицировал бы его состояние как депрессивное. Ну, и назначил препараты какие-то. Назначил препараты и ждал бы терапевтического эффекта. И на этом, в общем, по большому счету, все бы закончилось. Звонок, Алексей. Здравствуйте. Алло. Да, мы вас слышим. Алло. Да, 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 говорите. Вот скажите, пожалуйста, лечебный гипноз, это сегодня имеет хоть какой-то смысл? Спасибо за вопрос. А как вас зовут? Ян. Ян, вы, в принципе, интересуетесь или у вас будет продолжение, еще какой-то вопрос в связи с моим ответом? Ну, вот, когда-то был у меня контакт и было лечение гипноза. А сейчас хоть какой-то смысл в этом есть и можно ли вообще где-то в Самаре что-то найти подобное? Спасибо за вопрос. Гипнотические техники или такое гипнотическое направление продолжает развиваться в мире, в России. Ему уже больше ста лет, да? Да. Гипноз сильно модифицировался от классического гипноза директивного, где гипнотизер обладает харизматической внешностью, что-то говорит своему подопечному. Ну, в общем, неотличимо от магии. Сейчас гипнотические техники в основном недирективные, ну, как сейчас, уже тоже больше 90 лет. Что значит недирективные? То есть это косвенные внушения, это мягкие внушения, это, ну, целая история. Они по-прежнему популярны, они по-прежнему эффективны при определенных своих показаниях, при определенных своих каких-то нарушениях. У нас есть ассоциации гипнотерапевтов. То есть это направление, Ян, продолжает развиваться. В России были и есть, и не только в России, замечательные психотерапевты, которые это дело развивают. Ну, в общем, если в общем и целом, то вот это так. В Самаре есть специалисты, да, работающие? Куда обратиться? Я думаю, что можно обратиться на кафедру психотерапии, психиатрии и клинической психологии, наркологии. Это кафедра Самарского государственного медицинского университета. Ну, у нас сейчас две психотерапевтические кафедры. То есть обратиться к специалистам, я думаю, что они вас сориентируют, кто из нынешних специалистов работает в этой парадигме, в этом направлении. Ну, и в общем, какие-то вопросы для себя прояснить. Алексей, вот вы поговорили о подростках, пока Ян не позвонил. Ну, вот увязать хочу гипнозом вот те нарушения, да, в психике, о которых вы говорите и описываете, они могут лечиться? Ну, не знаю, как основное средство для лечения, да, или как дополнительное какое-то к медикаментозному сопровождению? Ну, могут, и это зависит, конечно, от того, как подготовлен специалист. Я имею в виду, какая у него подготовка. Если это гипнотерапевт, то за какую-то часть из этих нарушений, ну, после того, как будут выяснены мишени для терапии, да, за какую-то часть можно будет взяться. Я не знаю, насколько вы знаете, чем занимаются нынешние гипнотерапевты в кабинете. Это вот не только вот эти установки, которые он там произносит, это все равно еще и беседы. То есть он же выясняет проблематику какую-то, да, ему необходимо контакт установить. Ну, да, да. Это специфический контакт, это специфический разговор. Может быть, не менее, не более специфический, чем контакт в гештальтерапии или в психоаналитической терапии, в прочих каких-то направлениях. Вот, поэтому, да, это разговор, это прояснение, ну, это определенные техники, методики, ну, я, в общем, об этом уже сказал, да. Вот мне интересно, если мы говорим о подростках, мы можем, ну, выдвинуть некие гипотезы, почему это состояние происходит, да. Ну, возможно, это невыраженные некие чувства у молодого человека, да, или девушки, или его поведение отражает какие-то процессы семье. Вот на что будет тогда направлена работа гипнотерапевта в данном случае? — Интересно, как сейчас звонок Яна и ваши вопросы, Лен, увели все-таки этот разговор в клиническую, в медицинскую плоскость. Я как раз хотел приход этих подростков вынуть из медицинской плоскости. Я сейчас поясню, почему, попробую, по крайней мере, сформулировать мысль. Вот, на мой взгляд, и я говорю, мы с коллегой это обсудили, на его вроде бы тоже, они приносят очень, эти подростки, приносят очень важную проблему житейскую. И если мы все их состояния переносим в медицинскую, в клиническую плоскость, то мы закрываем глаза на эту проблему. Мы говорим, там нет ничего, кроме, ну, патологии, да, какой-то. Ну, и, соответственно, выбираем там, это будут медикаменты, или это будут медикаменты с психотерапией какой-то, гипнотерапией, да. Это, неважно, там, психоанализом, гештальтом, ну, все что угодно, да. Вот, подростки приносят бессмысленность, бессмысленность существования. Не вообще существования, а текущего существования. Они приносят, ну, может быть, я отважусь так сказать, они приносят взрослым ту бессмысленность, которую они очень хорошо, ту бессмысленность текущей жизни, которую они очень хорошо чувствуют. Не может быть ни локальную, ни внутрисемейную, а вот такую общую. То есть, что сейчас имеет смысл? Локально, наверное, ну, каждый для себя, может быть, и не все взрослые ответят на этот вопрос. Или эти смыслы рассыпались, или эти смыслы взрослые, ну, честно скажут, смысла нет. Вот у меня есть люди постарше, которые приходят на приемы, которые, там, в 30-35 лет говорят, нет смысла в жизни. То есть, у меня семья, хожу на работу. Ну, это все не смысл. Ну, хорошо, ну, да, ну, вот он говорит, ну, вот родился ребенок или два, и что, ну, смысл закончился. Какой следующий должен быть? Переехать в другое, более просторное жилье, или купить более дорогую машину, или заработать больше денег? Наверное, это все может иметь какое-то значение. Есть еще разделение значения и смысла, но это не может иметь смысл и не имеет смысла. То есть, вот разговор о смысле, разговор о том, чем эта жизнь могла бы быть наполнена. То есть, я намеренно, еще раз хочу сказать, и вам, телезрители, и вот мы с Еленой это обсуждаем, вывести этот разговор из... Ну, потому что родители спрашивают, о чем мне делать с моим ребенком. И, конечно, мы его, мы с родителями, с этим ребенком начинаем какую-то психотерапию, или, да, медикаментозную, сочетанную какую-то терапию. Но при этом ведь за всем, за этим стоит, стоят какие-то вот эти жизненные вопросы, они абсолютно не общего характера. Они, вот я об этом хочу сказать, они не просто это разговор об, ну, о каком-то смысле, есть ли смысл, как это, есть жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе, да, произносит известный персонаж в известном фильме. И мы все хохочем, потому что к жизни это не имеет никакого отношения. Ну, к карнавалу, который вокруг, к празднику, все люди улыбаются, да. А тот вопрос, который приносят подростки, как мне кажется, на прием, вот в том, что я описал, он имеет самый, что ни на есть, насущный характер для них, для самих. Зачем заканчивать институт? Странный вопрос. Мама, которая моего возраста, в моем кабинете дочери отвечает. Ну, понятно, зачем, потому что это... Чтобы устроиться на работу. Чтобы устроиться на работу. На что ребенок говорит? Оглянись вокруг мамы. Масса примеров, когда не нужно заканчивать институт, чтобы устроиться на работу. Мало того, не нужно работать для того, чтобы заработать какие-то деньги, да. Можно вложиться в акции, можно, не знаю, фотографировать еду. Я сейчас без негатива говорю, описывая ситуацию, да. То есть вы приводите пример, когда подросток, находящийся вот в этой системной бессмысленности, он может обессмыслить любое предложение, да, любой какой-то факт жизни. Не он обессмысливает. Он задает те вопросы, которые, может быть, мы перестали себе задавать. Или мы махнули на них, мы взрослые, махнули на них рукой. Или мы посчитали, что эти вопросы не имеют ответа, должны быть вынесены за скобки жизни, текущей жизни, за скобки быта. Да, зачем ты... Это все равно, что, мам, почему небо голубое, да, или там, какой смысл в этом, в этом, в этом. Но есть какие-то расхожие ответы, которые, ну, совершенно не годятся сейчас. Причем я хочу подчеркнуть, что те ребята, которые приходят с этими нарушениями, это очень умные ребята. То есть это не вот, там, не знаю, двоечники, которые не читали книжек и не смогли оттуда чего-то подчеркнуть. Или это ребята, которые, может быть, никуда не ездили. Или нет, они ездили, они видели, они читали, они в детстве имели увлечение, они ходили на кружки, они рисовали, танцевали, прыгали, бегали. И вот в 18... Что же произошло с ними тогда? Это вот этот замечательный, до безобразия подростковый период, где обостряется этот вопрос, ну, где много векторов сходятся в один, и обостряется этот вопрос, зачем я здесь, зачем мы все здесь. И кто я, да? И кто я, и куда двигаться дальше. И вот эта идея, ты вышел из школы, и перед тобой миллион дорог, она, с одной стороны, такова, а с другой стороны, ни одной дороги впереди нету, они все одинаковые, они все обезличенные. У нас звонок, Алексей. Замечательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. У меня такая проблема семейная, в очень тяжелом состоянии. Муж, у мужа инфаркт, и его назначают операцию, операцию в Тамаре, в кардиоцентре, на Аброваре. Он отказывается от операции. Мне очень тяжело. Я его жена. Дело в том, что он последние 10 лет не работал. Не работала я ему, сидел дома. И вдруг вот у него случается инфаркт, и вдруг его так, он отлежался на Баныкино, и его вот отправляют в кардиоцентр, там, в РОРу, и там назначают ему операцию, и он отказывается. У меня, с одной стороны, его родственники, с другой стороны, он. И я в такой ситуации, что я не знаю, что мне делать. Да мне, что теперь делать, очень мне тяжело. Я бы, конечно, хотела бы вот так вот, не то, что вот так на студии, я бы хотела прийти к вам на прием. Как мне лучше прийти вот так вот на прием в Самаре? Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Татьяна. Татьяна. Татьяна, у нас в передаче, если вы смотрите по телевидению, насколько я понимаю, там есть бегущая строка нашего центра, в котором я работаю. Мы не часто о центре «София» говорим, но, по сути, я отчасти представитель центра. Можете позвонить по телефону 240-30-25, обратиться, и мы встретимся, и поговорим. Мне, да, мне нужно именно встретиться, глаза на глаз, вот так вот, потому что мне, так вот, вы все равно не сможете, не поймете, как мне вот это вот тяжело. Татьяна, ну вот, пока мы не встретились, и пока вы еще, я, насколько понимаю, на связи, тут ведь два вопроса, и вы их оба озвучили, как минимум. Один вопрос, что вам тяжело, и вы сейчас об этом сказали, а второй вопрос. Нет, 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 я даже попала сама к психологу, я говорю, да, это, я терапевт и терапевт, я говорю, напросяк к нейропатологу, мне, говорю, тяжело. А мне нерпатолог, ой, терапевт говорит, что мне нерпатологу надо к психологу обратиться. И я попала, я пропила афобазол, я пропила там успокоительный чай, глицин, но я потеряла сон. Вообще вот в таком состоянии у меня нервно-птихического такое состояние. Ну, приходите, мы поговорим, сейчас в студии попробуем обсудить те моменты, которые я услышал сейчас, на которые хочется откликнуться. Спасибо, Татьяна, за звонок. Спасибо, да, спасибо за звонок. Ну, вы начали озвучивать, да, первый вопрос, вот мне самый тяжелой, а второй вопрос, который вы услышали? Это вопрос того, что муж не хочет на операцию. Ну, и Татьяна задается вопросом, ну, что мне делать? Она не договорилась, что ей делать с чем, это тоже важный вопрос. Что ей делать с собой, что ей делать с мужем, что ей делать с операцией, что ей делать с родственником, потому что там прозвучали еще каким-то образом родственники, участвующие во всем этом процессе. То есть внутри семьи, да, и напряжение еще, возможно, которое вот с внешним миром, условно говоря. Да, и вот это вот, я бы, может быть, сказал классическая ситуация. Человек обычно себе задает вопрос, что делать, и не находит на него ответа. Я, может быть, сейчас все это в кучу собираю, но очень часто на приеме психотерапевта это так. Человек не находит ответ на вопрос, что делать, потому что он не очень до конца понимает, что происходит. Когда человек начинает понимать, что происходит, у него возникают идеи, что делать. Поэтому перед вопросом или в связи с вопросом, что делать, начинается разбор ситуации, начинается обсуждение того, что происходит. Когда человек понимает, что происходит, ему не надо, ну, это не работа психотерапевта, отвечать на вопрос, что делать. Что происходит, да. И когда человек понимает, что происходит, ему уже не нужно говорить, что делать. Он уже сам начинает прикидывать и понимать, что ему делать в его уникальной, абсолютно индивидуальной ситуации. — Мне кажется, звонок Татьяны, он очень перекликается с нашей беседой. Ну, у меня такая связь возникла в моих фантазиях. Муж, отказывающийся от операции, как будто бы не видит смысла в этой операции. Отказ от операции — это тоже такой способ самоповреждения, о котором мы говорили. — Я бы развернул, да. — И вот как раз Татьяна, она, вот как те родители, которые переживают за своих детей, они беспомощность чувствуют, потому что они не хотят, чтобы дети находились в таком состоянии, они хотят как-то поучаствовать и, ну, не знают действительно, что делать со своими переживаниями и вообще в этой ситуации не знать, что делать. — Ну, наверное, наверное. Вообще история вот этого, вот этот элемент отказа от операции, отказа что-то делать, я думаю, что он тоже связан с тем, что, возможно, муж не очень понимает, ну, не состоялся или не состоялись разговоры, которые высветили бы для мужа преимущество операции. Я полагаю, что это тоже работа, как ни странно может быть, но мы сейчас к этому приходим, я имею в виду, мы сообщество, когда кардиологи, хирурги, нейрохирурги тоже в какой-то степени должны быть психологами. — Насколько я знаю, после инфарктов сейчас в рамках реабилитации есть курс у психологов. — Я сказал, не сами психологи, а те люди, которые привлекают на операцию, те люди, которые делают операцию, да, те люди, которые будут производить какие-то манипуляции, сейчас просто сказать, вам нужна операция, пойдемте, этого не всегда достаточно. — Ну да, человека не поставишь перед фактом, потому что нужно получить от него информированное согласие. — Ну, как минимум. У человека может быть масса вопросов. Какова вероятность, что мне станет лучше? Какова вероятность, что я стану инвалидом? Какова вероятность, что я умру во время операции? Какова вероятность, что общее обезболивание, общий наркоз будет сопровождаться какими-то последствиями? И так далее, и так далее, и так далее. Масса вопросов. Я знаю, что у моих коллег-интернистов, соматических врачей, ну, так они называются, да, не всегда есть время отвечать на эти вопросы, но эти вопросы приходится отвечать. И тогда пациенты следуют за своими докторами, когда доктора им разъясняют какие-то моменты. Вот это я хотел сказать. Ну, и второй вопрос, Татьяна, о самой себе. Спасибо за этот звонок. — Да. — Действительно, интересная тема, да. Мы вот всегда здесь во время звонков слышим только одну сторону, и всегда возникает много вопросов про другую сторону, но нам приходится только про это фантазировать, к сожалению. — Да, да. Вот. Ну, всего вам доброго. Я думаю, что мы продолжим эту тему, ваши какие-то темы. Звоните нам. И всего вам доброго. Здоровья. — Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Напоминаю нашим телезрителям, что в прямом эфире мы выходим по вторникам. Звоните нам. Телефон в студии 202-11-22. Смотрите нас на телеканале «Самара ГИС». — Там все будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова